Всем привет! Сегодня полезные советы и приспособления. Поехали! После стройки на участке накопилось много поддонов. Доска у них живая и можно пустить в дело, но сначала надо их разобрать. Для этого буду использовать автомобильный домкрат, шуруповерт и головку на 19. И остается дело техники. Таким образом за минуту разделили щит на две части. Занимаясь отделкой в доме, я обшивал стены и в некоторых участках даже в два слоя. И приходилось чертить, искать, замерять расстояние до коммуникации, чтобы просверлить и попасть в первое отверстие. И это оказалось легче легкого. Понадобится лазерный уровень, который устанавливаю на штатив и выставляю таким образом, чтобы перекрестие было ровно в отверстии. Далее идет монтаж второго листа гипсокартона. И мы сразу знаем, где у нас центр отверстия. И закрепив лист, нам остается только просверлить по отметке. А потом уже можно устанавливать под розетник и готовить провода. С помощью такого способа я просверлил кучу отверстий. Как под электрику, так и под водорозетки. Помогал мне в этом нивелир Bosch Universal Level 360. Важные плюшки это горизонтальный луч на 360 градусов для точного выравнивания по всему помещению. Вдобавок также есть и вертикальный луч для расширения спектра применений. Ну и самое главное, друзья, это лазерный уровень, самовыравнивающийся, с точностью плюс-минус 0,4 миллиметра на один погонный метр. Идеально подходит для установки карнизов, монтажа розеток, подвесных потолков, да где угодно. Я даже ламинат укладывал и выравнивал швы с помощью этого парня. И более подробно, друзья, можете узнать о такой модельке по ссылке в описании. И кстати, если собрались пользоваться в яркий солнечный день таким нивелиром, то вот вам отличный совет, как его можно увидеть на дальнем расстоянии. Вам нужен только телефон и фронтальная камера. И как только вы наведете луч на камеру, сразу на экране будет вспышка. Таким образом вы увидите и поймете, на какой отметке находится линия лазера. И спокойно сориентируйтесь или поставите метку. Запоминайте такой способ, в жизни все пригодится. Пользуясь пластиковыми стяжками, а точнее открывая их, старайтесь сделать это посередине, прям на этикетке. То есть вырезать небольшое окошко. Таким образом при частом доставании стяжек пакет тянутся и рваться не будет. А если у вас нету наклейки, то возьмите любой технический скотч и наклейте кусочек сами. Если у вас есть в гараже рабочий верстак, то сделайте себе один раз разметку у края стола, даже самую грубую. У меня она каждые 10 сантиметров. Таким образом при отбирании брусков или досок на заготовке вы меньше тратите время и не нужно каждую досочку замерять рулеткой. А сразу, прям на верстаке, можно отсортировать все доски. Если вам вдруг понадобился циркуль, то его легко и просто можно сделать из обычных ножниц. Закрепляем карандаш на изоленту и чертим окружности. А затем, друзья, пишем в комментариях, какой совет или лайфхак, вам понравился больше всего, а какой нет и почему. Ну и также поставьте лайк, вам несложно, а мне приятно и подписывайтесь на канал. И жмите обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, пользуйтесь годными лайфхаками и упрощайте себе жизнь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok